всем привет и сегодня мы попробуем проделать почти невероятное а именно попытаемся восстановить аккумулятор автомобильный которому 10 лет аккумулятор титан арктик один из первых титанов тяжеленный тяжелющий с нынешними не сравнится экономии никакой не было пластины были толстые да он именно 2006 года а сейчас у нас уже 2016 аккумулятор был в находках за апрель он полностью дохлый разряженный вообще в ноль фиг его знает сколько он стоял в таком состоянии и сейчас мы попробуем что-нибудь из него выжить берем мультиметр посмотрим что у него на клеммах если у него вообще напряжение на клеммах на клеммах у него так он прямой поляности 5 с половиной вольт до сих пор есть так смотрите блин его наклонить надо как бы это показать вот его дата это аккумулятор российский поэтому здесь никаких кодов нету опрос состоит точная дата 19 ноября 2006 года то есть ему почти 10 лет сейчас у нас все-таки весна тут ноябрь так а вот еще на дне у нас тоже самое есть вот здесь у нас тора у нас 06 но девятый месяц так ну чё будем сейчас что-то с ним мутить так сначала откроем крышку первым делом что надо посмотреть с такими дохлыми аккумуляторами так попробуем нагрузку лампа вообще не светится нифига так другая лампа менее мощная нет вообще вообще ни черта не светится так чё надо делать первым делом в таких дохлых аккумулятор который полностью дохлые чтобы понять стоит ли с ними возиться так открыли крышку светим фонарем смотрим внутрь в каком состоянии все внутри вроде ничего ужасного нету потом же самое главное это надо взять какую-нибудь металлическую фиговину любую типа отвертки но в кислоту конечно тыкать нежелательно но сейчас тут вода кислоты вообще нет в том что полностью севший и под попробовать потыкать пластины короче если они будут разваливаться при касании то все такой аккумулятор надо сразу выбрасывать тут же пластин у нас целые потому что они все-таки толстые я попробовал их поковырять они вроде твердые еще механическое свойство у них осталось не разваливаться от прикосновения ну вот как видите они вроде бы целые это относится у нас к плюсовым пластинам то есть они обычно разваливаются если аккумулятор полностью труб чтобы проверить пластины на прочность лучше использовать медь латунь или алюминий но не сталь потому что сталь очень сильно окисляется если в аккумуляторе кислота а в данном случае у нас вообще вода он полностью севший так что можно любое туда стыкать ничего с ним не происходит никакой реакции нету и это стоит делать максимально быстро потому что все-таки лишние металлы в электролите это вред для аккумулятора так ну да ладно будем пробовать что-то с ним сейчас делать возьмем зарядное устройство и попробуем подключить клемм этого аккумулятора так настроили 14 6 вольт подключаем ток очень маленький это 120 миллиампер всего при 14 вольтах очень слабо выкручиваем на максимум блок питания выдает 30 вольт 0,42 это тоже очень мало то есть заряжаться он будет или нет неизвестно но сейчас мы что делаем берем меняем полярность зарядное устройство минус на плюс плюс на минус и смотрите у нас начинает расти ток пластины постепенно начинают оживать очищаться от сульфатов и всякой фигни и внутри аккумулятора мы видим бурное газовыделение по всем банкам это хорошо замыкание банок у нас нету ток уже вырос до двух с половиной ампер но напряжение пока все 30 у нас настроена дальше у нас что-то ток стал опять падать аккумулятор кстати кем-то же открывался наклейки все содраны непонятно что в нем за жидкость может просто вода что-то уж он очень быстро стал обратно снижать ток поставили полярность обратно плюс на плюс минус на минус 1 ампер и внутри аккумулятора кипения никакого нету да возможно он лет 5 стоял разряженный так убираем зарядник опять меняем полярность на обратную ток начинает расти уже кстати заметнее чем было сначала вот видите белая такая как зубная паста это вот и есть сульфат свинца из-за которого у нас нет емкости который закупорил все пластины и просто электролит к ним не достает итог стал падать сначала рост теперь стал падать так меня полярность обратно плюс на плюс минус на минус так сейчас у нас стоит правильная полярность будем ждать если ток расти не будет то наверное будем все-таки переполисовывать его подключим плюс на минус минус на плюс и посмотрим что у нас выйдет из этого так ток чуть-чуть растет у нас 30 вольт на 6 банок то есть на каждую банку идет 5 вольт сульфат конечно 5 вольт растворяют очень трудно вот если в 60 вольт подать то возможно быстрее бы у нас пошла реакция смотрите ток постепенно растет короче делаем что сейчас его заряжаем до полной зарядки правильной полярностью как сейчас у нас заряжается потом снизим напряжение до 14 4 как положено и дождемся полной зарядки потом посмотрим будет ли надавать хоть какой-то ток и емкость если будет очень плохо у нас обстоит дело с емкостью и стоком то придется его просто переполисовать как я тоже делал с другими аккумуляторами разрядить зарядить обратной полярностью а потом зарядить снова правильной полярностью и он должен у нас сожить если конечно не поможет нам обычная зарядка все 30 вольт возможно может быть сульфат насколько-то и растворится так прошло минут десять и мы видим только у нас вырос до 4 ампер дома до максимума как я настроил на блоке питания ну и собственно напряжение у нас уже снижается если же мы будем крутить ручку то смотрите даже ток делается больше даже максимальный 6 ампер может быть даже и оживет будем ждать здесь же у нас вот эта крайняя банка очень бурно кипела уже конечно кипение стало слабее но сначала было очень бурно остальные же молчат так сейчас давайте проверим хоть что-то он уже выдает или нет а обалдеть уже начинает как-то работать лампочка уже загорается конечно очень слабенькая 20 ватт но загорается ладно подождем некоторое время посмотрим что у нас будет прошло около часа напряжение уже понизилось до 17 вольт и корпус аккумулятора стал чуть-чуть теплый градусов наверно стал 30 так прошло у нас два часа и напряжение уже упало до 15 вольт так но мы видим уже напряжение 14 6 вольта так вот отключили зарядку 12 уже есть и смотрите какое странное явление если подключить лампу 50 ваттную она уже горит напряжение у нас просаживается 20 вольт и почему-то наоборот растет что очень странно вот такое странное явление ну ладно продолжим его заряжать потому что напряжение очень пока заниженное так ну короче напряжение у нас 14 вольт держится понизилось корпус аккумулятора градусов 30 наверно ну и время у нас два часа ночи нам придется отключать этот наишумнейший блок питания и будем заряжать его всю ночь зарядным устройством i max b6 заглянув в банки как мы видим можем наблюдать что постепенно пластины начинают у нас восстанавливаться то есть видите уже плюсовой у нас уже темного цвета стал минусовой серого то есть зарядка идет ну настроили как обычно 2 ампера сейчас у нас ток будет 2 ампера и пускай так он стоит всю ночь так и вот следующий у нас уже день ночь прошла и насчитала у нас 22 ампер часа напряжение уже достигло и конечного напряжения заряда так внутри же у нас что происходит внутри у нас уже идет бурное кипение во всех шести банках индикатор у нас конечно же черный ну набрал он блин мало конечно он 60 ампер часов должен быть а набрал всего 22 но он 2006 года давайте сейчас мы отключим зарядку хотя он еще не дозарядился показывают еще один ампер отключим зарядку проверим крутит ли он стартер ну и надо будет еще протестировать на емкость что он у нас отдаст так 12.8 без зарядного итак берем наш движочек со стартером и начинаем крутить вроде как крутит но напряжение вы видели просаживается до 8 вольт должно держаться хотя бы на уровне десяти так ну сейчас проверим уже емкость первая зарядка сколько он у нас отдаст здесь шестого года посмотрим лампа у нас уже горит нормально на приборе у нас показывается 12 с половиной в принципе будем разряжать ну вот в принципе напряжение постепенно падает но это первая разрядка возможно после последующей зарядки он уже будет и ток больше отдавать и крутит стартер активней ждем десяти с половиной вольт так ну разрядка у нас все идет и вот у нас насчиталось уже насчиталось уже насчиталось уже почти 20 ампер часов для аккумулятора 2006 года это очень круто но напряжение на нем еще 11 и 3 но просто надо отойти и короче он разрядится ниже порога положенного пока меня не будет дома поэтому придется зарядку уже отрубить ну то есть мы видим что 20 ампер часов уже есть также у нас показало и зарядное устройство при зарядке сейчас он будет заряжаться если следующая разрядка у нас не увеличит емкость то можно будет подумать о его переполюсовке попробовать его переполюсовывать хотя и 20 ампер часов для аккумулятора 2006 года это круто очень круто вот это качество поставили на зарядку 4 ампера пускай заряжается до полной зарядки так прошло очень много времени напряжение 14,5 я настроил даже 14,6 иногда колеблется но вот ток никак не падает ниже 1 ампера так он и держится но заряжать его я так долго не могу потому что кипит он просто ужасно сейчас я вам это покажу вон все банки кипят очень очень бурно так что зарядку прекращаем и проверим сейчас воняет как дышать невозможно и проверим какую емкость он отдаст сейчас глазок все черный плотность что-то никак так фиг его знает что в нем было может слабый очень электролит в нем я еще и воды подлил короче будем сейчас разряжать этой же лампой если емкость будет примерно такая же как в тот раз не больше то наверное придется его переполюсовывать нам разрядка пошла так ну и вот что у нас вышло из процесса разрядки у нас те же самые 11,3 вольта и емкость у нас подросла на 3 ампер часа мало конечно но все таки подросла по правилу конечно надо его разряжать до 10,8 но 2 часа ночи уже поздно и все таки мы его еще раз сейчас зарядим и потом еще раз разрядим и посмотрим вырастет ли еще емкость зарядка пошла так ну прошла у нас ночь и половина дня и насчиталось у нас 25,5 ампер часов чуть чуть побольше чем в прошлый раз 0,6 ампер но уже бурное кипение думаю уже заряжать его не стоит и это будет происходить очень долго пока наберется хотя бы еще 1 ампер час сейчас же снова будет у нас разрядка и считание емкости так и вот у нас разрядка завершается и что мы тут видим а видим мы здесь 11,3 как в прошлый раз и емкость точно так уже больше у нас емкость не увеличилась короче вот так пробуем переполисовывать один раз но пока подождем до 10,5 посмотрим какую емкость насчитать так ну и в принципе 10,8 вольт и насчиталось 20 почти 29 ампер часов почти половина емкости обалдеть аккумулятору то 10 лет и есть почти половина емкости посмотрите так ну давайте сейчас мы попробуем разрезить его полностью до нуля а потом немножко его раскачаем переполисовкой только не полностью уже до напряжения 12 вольт а просто подержим 10 часов током 5 или 4 ампера потом уже зарядим правильно и протестим еще раз емкость все аккумулятор полностью разрядился может быть 1 вольт или 2 еще есть вот 1 вольт наверное есть так ну и начинаем переполисовку настроили мы 5 ампер 5 ампер сейчас посмотрим что уже на клеммах происходит так здесь у нас теперь плюс а здесь у нас теперь минус 5 вольт уже есть ну вот так он постоит часов 10 сейчас у нас 2 часа ночи до утра короче постоит и отключим эту переполисовку то есть он 60 ампер часов ну пускай 50 ампер часов в него закачается с обратной полярностью дальше все таки мучить его не будем он вот уже чуть-чуть даже теплый стал и зарядим уже правильной полярностью и посмотрим увеличилась ли емкость так ну вот прошло уже часов наверное 12 и на нем у нас уже есть 12 вольт так мы прекратим уже переполисовку разрядим и зарядим уже нормальный корпус у него довольно горячий ну градусов наверно 50 внутри же небольшое есть кипение и видно что уже пластины наполовину преобразованные вот здесь уже минусовые а тут плюсовые так ну теперь мы его разряжаем напряжение быстро конечно понижается до полного нуля все аккумулятор полностью разрядился сейчас мы поставим его на зарядку уже правильной полярности вот пускай пока будет 3 ампера пока что на нем только полторы вольт и так ну по виду аккумулятор у нас уже зарядился долго очень напряжение держится 14,3 и ток вот 900 миллиампер ниже ну никак не падает и очень бурное кипение слышно из аккумулятора вот мы открыли крышку и кстати заметно видно что после переполисовки после зарядки уже после переполисовки пластины стали плюсовые из коричнево-рыжих стали почти черные более чистые и ошметков сульфата белых всяких бело-серых просто не осталось они якобы растворились то есть внутри аккумулятор стал выглядеть более чисто как бы электролит стал более прозрачный сейчас мы проверим его разрядим посмотрим какую емкость он выдаст вон там пластины видно они прям черные стали плюсовые то есть сульфатов на них по виду почти нету и так во всех банках камера как-то почему-то это очень хреново показывает но индикатор зеленым не стал так вот сейчас пластины видно видите они какие стали прям черные чистые минусовые ярко-серые все как положено по всем банкам так ну все пошла разрядка напряжение аж 12 и 6 с лампой ждем 10 восьми вольт и посмотрим какую она у нас отдаст емкость так ну и разрядку можно считать оконченный 11 ровно вольт и что у нас насчиталось 41 ампер час нифига себе для аккумулятора которому 10 лет 40 ампер час то есть получается потери сейчас у него 20 ампер часов за 10 лет так что перепульсовку у нас еще прибавило 10 ампер часов или даже чуть побольше так что вот так ну я уже другие аккумуляторы восстанавливал таким способом и те у которых емкость вообще не больше 5 ампер часов у них после перепульсовки она увеличивается примерно на столько же как и у нас в данном случае то есть больше половины емкости у нас появляется но качество данного аккумулятора очень крутое так что всем рекомендую аккумулятор титан сейчас конечно не знаю какое у них качество но в 2006 году было просто обалденное ну думаю все видео можно считать законченным дальше уже его насиловать нет смысла уже такой емкости более чем достаточно и этот прибор отключаем сейчас мы его зарядим так ну и после последующей зарядки у нас даже восстановилась плотность обалдеть индикатор стал зелененьким как положено вот это качество это просто супер аккумулятор неспроста он такой тяжелый то есть пластины у него толстые и надежные вот раньше делали какие вещи в принципе вот так и потому что это один из первых аккумуляторов этой марки титан она только тогда появилась естественно самый первый они делали супер супер надежный чтобы эта марка раскрутилась сейчас конечно какие делают они не знаю но таким долголетием сейчас не каждый аккумулятор похвастается только супер супер дорогие какие-нибудь там оригинальные которые стоят на машинах варты там или какие-то могут может еще столько проработать но это просто супер просто аккумулятор сейчас еще он должен отстояться потому что он только после зарядки его наклоняешь сразу там шипение идет пузыри между пластинами сейчас скопился газ а так все в принципе видео можно считать законченным реанимация аккумулятора у нас удалась 10 лет аккумулятору и он даже держит плотность в принципе все всем пока